И всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть в Майнкрафт! Очень много людей мне писало в комментариях, что Родригес, поиграй в Майнкрафт, мы сделаем новое выживание, раньше мы делали, наверное, года два, наверное, выживания, назад это было у нас. И, соответственно, я, ребят, хочу вернуться к Майнкрафту, если вам тоже понравится на нашем канале Майнкрафту, поставьте прямо сейчас лайк, напишите интересный, прикольный комментарий, полезный комментарий по прохождению, и, возможно, в ваш комментарий попадет следующий видос. Ну что ж, давайте, ребята, будем начинать! Итак, друзья, я играю за небольшого такого подростка, который потерялся, в общем-то, в лесу, заблудился в лесу, он потерял свою семью, они приехали отдыхать, и каким-то образом, ребят, он потерялся, я не знаю, что произошло, но, в общем, он не может найти своих родителей, нам нужно, ребята, выживать, нам нужно что-то кушать, нам нужно как-то где-то спрятаться, потому что ночью, наверное, будет очень страшно. И мы попробуем, ребят, сегодня, в общем, это все самое заделать, самое основное, чтобы, ребята, может быть, он все-таки выживет и доберется до своих родителей, посмотрите, у него на футболочке написано, на толстовочке написано буква «Р», возможно, его, ребят, зовут Родригес. Ну что ж, поехали! Так, я думаю, в принципе, мы оказались в довольно интересном месте, наша первая задача, наверное, будет попробовать что-нибудь смастерить из дерева, вроде бы, как папа его учил делать разные предметы из дерева, возможно, это ему поможет, возможно, что-нибудь он и сможет сделать, будем на это надеяться, ребята. Так, ну и, соответственно, мы появились недалеко от реки, это уже хорошо, в принципе, жажда нас уже не будет мучить, вот, и нужно будет что-нибудь еще подумать о еде, потому что еда, конечно же, это самое главное, у нашего подростка абсолютно нет ничего, ребята, у него просто ничего нет. Поэтому, так, давайте сделаем первым делом, наверное, сделаем верстачок, верстачок на верстаке, может быть, он что-нибудь, да, и придумает, а? Что-нибудь сделаем, ребят, что-нибудь придумаем, наша задача сделать, наверное, палок немножечко, давайте возьмем чуть-чуть палочек, вот так, вот таким вот образом. Так, а потом мы что-нибудь сделаем, например, в виде, например, как бы, как бы это, эй, дружище, ты что, ты что, ты что, нужно что-нибудь нам бы сколотить, я так думаю, что, ребят, мы сделаем какую-нибудь кирку. Слушайте, да, кирка, окей, и теперь уже можно как-нибудь нам копать, ребята, я думаю, что, я думаю, что было бы неплохо найти бы камень. Ребят, ну что ж, наш молодой, маленький Родригесом пытается как-то выжить в этом суровом и опасном мире, я думаю, что многие из наших зрителей очень любят Майнкрафт, очень много всего и знают интересного, так что жду ваших прикольных комментариев. Самые интересные, полезные комменты, ребята, будем, будем отмечать и попадут в следующий видосик, я напоминаю. Так, мы взяли немножко камешка, теперь можно будет смастерить уже, это не камень, а андезит, блин, елки-то палки, андезит. Кстати, здесь вышло очень много, ребята, обновлений в Майнкрафте новом, поэтому я думаю, что очень много всего интересного появилось в ванильном Майнкрафте. В принципе, есть такая, ребята, идея нам перепройти полностью все и посмотреть, что у нас нового появилось в Майнкрафте, это было бы, наверное, очень интересно узнать, как мне, так и, может быть, и многим другим людям. Потому что я играю будут, я на Майнкрафте реалузом. Так, у нас наконец-то появился камень, окей, дошли мы до камня, каменный век, у нас достижения, теперь мы что-то тут очень долго завозились, и в этой пещере как бы тут бы уже не стемнело. Потому что ночь в Майнкрафте длится очень, ну, как бы, долго, но день чуть-чуть, конечно, подольше, но все равно это все наступает неожиданно, ребят. Это все наступает очень быстро и неожиданно. Так что нашему главному герою главное тут не мешкать. Мир здесь очень суров, мир здесь очень суров и опасен. Ну, что ж, давайте сделаем, наверное, каменную кирку в первую очередь, ребят, в первую очередь деревянную кирка, спасибо тебе большое, ну, в принципе, ты нам уже, наверное, не пригодишься. Вот, так, уже хорошо, ребят, ну что ж, я думаю, что у нас новые рецепты открылись, я думаю, что, ребята, нам нужно найти что-нибудь в виде угля, каменная кирка нам сейчас поможет добыть как можно больше, сделаем печку и попробуем найти мясо. Друзья, самое главное сейчас найти мясо, потом кровать, потом сохраниться и пролетело, чтобы ночью очень быстро, так как монстров очень много. Сделаем, кстати, себе меч, это будет очень, кстати, прикольно и нужно, потому что, мало ли, может быть, ночью кто-нибудь оттуда еще и бывает. Наш главный герой, в принципе, в лесу-то не особо часто бывал, он просто городской обычный парняка, который просто выехал с родителями погулять и попал в такую вот неприятную ситуацию, а на родители... О, подожди, что это такое, подожди. Чего? Железо, что ли? Блин, да елки-палки, прикиньте, на таком-то, на маленьком, скажем, уровне мы нашли железо, это просто неожиданно, кстати, наверное, тут еще будет у нас железо. Так, что я хотел сделать-то? Мы хотели сделать печку, давайте сделаем печь, давайте мы соорудим нашу печечку, вот, наверное, одну будет достаточно, посмотрите, у нас уже одна железная руда, но, конечно, на таком... В начале я никак не ожидал тут увидеть железо. Обычно железо у нас где-нибудь, где-нибудь находится где-то, где-то вдалеке. Так, можно, в принципе, закинуть сюда, ну, я не знаю, конечно, железный слиток это, конечно, вряд ли мы, хотя, наверное, пускай, 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 пускай... Так, я, наверное, возьму немножко дров, скажем, вот как-нибудь вот так вот, возьмем немножко дров и сделаем из них, наверное, что мы хотели. Мы, наверное, можем сделать топор, наверное, давайте сделаем топорчик, топорчик, можно нам железный топор, железный каменный, вернее, какой железный, каменный хотя бы топорчик, да и каменный меч, вот это вот, вот это уже нормально, ребят, так, уже нормально. Есть у нас меч, есть у нас каменный топор, топором-то уже дело пошло совсем по-другому, и уже первый железный слиток у нас уже появляется, хотя неожиданно, конечно же, это было. И сейчас, я думаю, нужно уже бежать срочненько за овечками. Ребят, мы найдем сегодня овечек или нет? Я думаю, что если мы не найдем сегодня овечек, то мы тогда должны забуриться где-нибудь в какой-нибудь пещерке, у нас, в принципе, уже есть неплохая возможность. Так, я что-то овечек не вижу. Где наши овечечки-то, а? По-моему, я доск достаточно набрал. Ну, доск мало не бывает, ребят, возможно, если мы не найдем угля, то мы будем топить уже досками. Видите, наш парняга-то, ну, он в городе как бы жил, но он любил смотреть очень много интересных видосов про выживание, поэтому... Ух ты, уже железный слиток уже готов, нормально. Поэтому уже какие-то у него навыки небольшие есть. И еще по еде у нас, ребята, с едой это проблемы. Загляните, справочники к нам говорят, что, в принципе, у нас появились какие-то новые вещи. Ну что ж, давайте мы взяли меч, мы взяли кирку. Так, я думаю, что, наверное, это все нужно будет раздолбать. Давайте все это разломаем. Давайте вот так, наверное, все это вот как-то вот так, например, вот как-то вот так даже, да. Заберем и пойдем гулять, ребята, пойдем гулять, посмотрим место интересное какое-нибудь, выберем. В принципе, может быть, наткнемся на овечек, может быть, на коровок. У нас, в принципе, уже есть возможность, ребята, что-нибудь покушать, что-нибудь покушать, что-нибудь поесть. Так, а что бы нам, главное, нашему герою лучше всего сделать? И я бы хотел сделать... О, есть у нас свинка. Ребят, нам нужно найти деревню Ух ты, елки-палки, по-моему, тут у нас Замбар где-то был, а? Свинка, ну же, иди ко мне, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Есть, 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 есть Еще одна свиночка, прекрасненькая У нас уже стейки будут готовы, ребят, стейки Ооо, поросятки Ты наш, какие хорошенькие-то Жирненькие, наваристые Будем делать, ребят, шашлычки на природе Шашлычки, да, пошли Ну, можно еще немножечко Сделать, конечно, просто Все стадо уничтожил Давайте нескольких свинят оставим Наверное, не будем всех выносить Хотя здесь очень хорошее место, посмотрите, как здесь уютно и хороша Как здесь уютно и прекрасно Правда, овечки я, ребят, не вижу Где овечки наши, а, милые? Милые, прекрасные овечки, куда-то они подевались Почему-то здесь очень много свиней Свиное место у нас Ооо, здесь, здесь у нас Возможно, будет где-то пещера А вон там кто у нас, а? А вон там, по-моему, овечки, о, точно Одного цвета все три Так это вообще, ребят, везуха просто невероятная Да это просто вообще, ребят, повезло Дико Так, если мы сейчас сделаем себе кровать То мы прям вообще даже не придется закапываться И куда-то Куда-то прятаться, ребята, да? Мы можем просто сделать себе кроватку Это прям вообще будет очень мега, мега круто Так, давайте мы, наверное, выберемся куда-нибудь повыше И сейчас, естественно, солнышко уже заходит А я что-то смотрю, уже начинает немножко темнеть Ооо, коровки Ооо, какое место-то хорошее, ребята Вот это у нас местечко Ой-ой-ой-ой Давайте сейчас мы поставим здесь перстачок Здесь можно поставить уже печку И здесь можно будет себе, ну, скрафтить Я не знаю, кровать уже можно будет сделать? Да, можно будет Все, здорово, ребят, ставим кроватку Вот так вот И спать пока нельзя Но ничего страшного Мы, в принципе, сейчас можем закинуть немножко дров Закинуть немножко сырого мяса Семенинку И будем сейчас, ребята, кушать У нас пока есть возможность Мы можем немножечко раздобыть себе Может быть, мяско Такое вот говядины И также, может быть, даже себе сделаем первую такую бронечку Легонькую такую из, скажем, шкур Так, 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 коровки Ой, как хорошо, ребята Ооо, по-моему, уже темнеет Мне кажется, что нам уже пора спать Так, все, спим Погнали, 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 погнали Давай, да-да-да Скорей, скорее, 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 скорее И ложимся спать Да, все, спим Я рада, все, сни, новое достижение Замечательно А наш герой, в принципе, не так уж и Ммм, плох, да Он смог выжить первую уже ночь И тут у нас уже есть первые жареные Эээ, свининки, да Даже у нас еще есть семена пшеницы Эээ, так, сырая баранина Эээ, великолепно Так, а мы можем что-нибудь сделать уже из этой кожи Так, можем сделать себе кожаную куртку В принципе, почему бы и нет А у нас не хватает немножко, да Мы можем, наверное, сделать кожаный шлеп Наверное, шляпку себе сделаем Кожаную Можно себе раздобыть Ну, в принципе, она такая себе Эээ, так, можно Эээ, вот как-то он так будет выглядеть Да, ребята, вот такой вот он наш персонаж Эээ, вот как-то так Ну что же, наша основная цель дальше будет, наверное, пойти и раздобыть себе Более ценные ресурсы Возможно, мы отправимся за углем Ребята, нам нужно уголь Нам нужно, значит, найти деревню В деревне мы отстроимся И познакомимся с местными жителями Было бы неплохо Только деревня непонятно в какой стороне Я сейчас запишу координаты Вот, какие мы сейчас где находимся В принципе, мы уже здесь сохранились Можно немножко отведать Еще свинину немножко бы покушать Вот так вот, да И можно, конечно же, немножко коров Помочить, сделать себе первую такую бронечку В общем, ребята, если вам понравилась данная серия То обязательно можете поставить лайк И написать в комментариях Что бы вы хотели, чтобы я сделал дальше Помочь нашему главному герою Родригесу Пережить этот невероятный Сложный такой жизненный опыт Ребят, пишите в комментах Самые интересные комментарии будут попадать В следующие серии Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал И всем счастливо Хорошего настроения, ребята И всем пока-пока